Держись и на небесе, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, якожи, и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое Царство и Силы и Славы Валерий. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Многомилостивый Господи, Отец, Сын и Дух Святой, благослови нас на все занятия по Слову Твоему Святому. Дар Господи, чтобы все слышанное здесь устремилось через сердце наше в руки, и мы были исполнителями, а не просто слушателями Слов Твоих, которые Ты, Господи, даруешь нам для спасения душ наших. Слава Тебе за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава Тебе за все, Отец и Дух Святой. Слава Тебе за все, Отец и Дух Святой. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что без Тебе. Абраам умер и пророки, а Ты говоришь, кто соблюдает Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Кто соблюдает Слово Мое, кто есть с верою, соединит и жизнь чистую, ибо тот только истинно соблюдает учение Господне, кто имеет и жизнь чистую. Такой не увидит смерти, которую умирают грешники, предаваемые в будущем веке бесконечному мучению и отпадающие от истинной жизни. Вместе с Сим дает им знать, что если соблюдающий Слово Мое не умирает, тем более я, зачем же вы хотите убить меня, над которым смерть имеет так мало власти, что я даже и другим дарую истинную жизнь. Подожди, надо закрепить, что-то так выступает. Так, что тут, как ты это, коротко нам пояснишь, о чем здесь? Ну вот я как сейчас молился, как раз к этому, отсюда мы это берем, ну почти отсюда. Еще есть местоописания, конечно, которые говорят об исполнении. Глядели два раза Господь говорит истина, истина, тут об этом ничего не говорится. Почему Господь два раза здесь говорит истина, истина? Обращается на это больше внимания, что вот истина в этом. Давай вспомним тогда, что перед этим было. Ну, коротко, перед этим, о чем вообще идет речь, о чем здесь? Кто напали на Христа, кто напал? Кто напал на Христа, простые люди или фарисеи, саддухеи, все вот эти книжники? Фарисеи. Правильно, именно они напали. А народ стоит где? Что, кто помнит вообще, о чем мы читаем-то, Евангелие? Мы тут не просто так. Отлично. Вот, вот, гляди, вот уже, что значит, человек учится и тонкости в машине познает. А почему? Там всякая шестеренка на своем месте, там по-другому никак, ну, правильно? Нельзя вот так взять, собрать машину и такие, так, у меня 58 каких-то частей осталось. Ну, это запасные пускай будут. Да, там все должно быть на своем месте. Вот, у нас в Слове Божьем должно быть все на своем месте. Правильно, все это происходит в храме. В храме происходит. Саддухеи и фарисеи напали на Христа. Перед этим они привели специально людей туда, наслали, не привели, а туда послали. Они пришли, услышали Христа и обомлели. А что он такого говорит, что мы должны его брать за что-то? Они почувствовали, что с ним единение, что они братья все, евреи. И что он просто предлагает им исполнять Слово Божие. У них тоже совесть оказалась в общем дело. Вот на должностях в правительстве должны быть люди совершенно бессовестные. Вот тогда, ну, государство как-то будет, правительство будет там, людей будут дубинками долбить, вот эти полицейские. Почему? А у них тоже совести нету, прикармливают все друг друга, прикармливают, прикармливают. И единения народа нет. И вот так вот американцы думали и про нас тоже. Сейчас они Россию запустят, вот это, доведут ее до войны. А дальше она сама рухнет, Путина пойдут, тут задушат, там табакеркой убьют его шахом. Ну, как было Павла Первого. Это англосаксы тоже все придумали, руками своих же русских предателей. Ну, вот что-то не то пошло. А что не то? Должно быть единение людей. И эти люди полупростые, они не простые были люди. Они были с фарисеями, с аддукеями, их служителями написано. И у них вдруг совесть проснулась, они услышали Христа. Значит, можно услышать Христа. И теперь, поэтому Господь видит, что его слушают. И он говорит два раза, истинно. И смотрит на их глаза. А в глазах совесть появилась. И он говорит, истинно. И вот, когда ты разговариваешь с человеком, и он задает тебе вопрос, или, ну, как-то откликается, знаешь, он внимательно слушает, или что. И совсем по-другому сразу идет. И вот знакомство, или там что-то обсуждение. Совсем по-другому идет. И совсем другое, когда человек начинает ерзать, там, колючее на тебя смотреть, или из-под ловья, что-то там такое, бурчать. Совсем другое дело. Вот здесь мы видим, что Христа услышали. И поэтому он еще раз говорит, и еще раз им говорит. А? Похоже на это? Каким-то? Все-таки немножко остановились. Еще кто хочет сказать? Нет? Ну, достаточно. Давай дальше. Обдумывайте это. Переваривайте. Я бы вот с удовольствием кого-то выслушал, кто бы что-то мне еще сказал, но никто не говорит. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю слово Его. Толкование блаженного Фифилакта. Безумцы не понимали, о какой смерти говорил Господь, что она не коснется верующих в Него. Говорят Ему нечто безрассудное и безумное. Смотри, как они отвечают. Неужели ты больше отца нашего Авраама? Им следовало бы сказать, неужели ты больше Бога? Слушавшие Слово Божие умерли, а слушающие Твое не умрут. Ты не достойный ни одного слова. Сын плотника, галилеянин. Чем ты себя делаешь? Ни дела, ни истина, ни писания. Но ты сам чем себя? Не дело, наверное. Не дело. Не дела, это что-то вообще непонятное. А не дело, это уже... То есть у него никакого дела нет. За чего его слушать здесь? Не дело, не истина. Небесание. Но ты сам чем себя делаешь? Ибо ты сам присвояешь. У тебя с интонацией надо, понимаешь? С интонацией так это как-то почитаем. Не так, не тарахи. Тут Христ тоже, ко Христу обращение идет. Видишь, тут вопрос. Ты должен вопрос задать. Ибо ты сам притворяешь себе славу. Ты сам притворяешь. А ныне вы, сына, его не почитаете. Очевидно, вы не признаете его отцом моим. Но вы не признаете его и просто Богом. Иначе вы боялись бы слов его, как Бога. Ныне же вы решительно пренебрегаете им. Он постановил законом, не убей. Вы ищите убить меня. И при том тогда, как не можете обличить меня во грехе. А цель ясна, что вы совершенно не знаете его. А вы, преступники его заповедей, находитесь в плену, предаваясь злым охотям, жажде убийства и многое другое, воспрещенное законом. Свершайте со страстью и тем ясно обнаруживаете, что не знаете его. Ибо если бы вы знали его, вы соблюдали бы слово его, то есть заповеди. А вот 52 стих, что никого, ни на какие вопросы не подвиг. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Да, на каком основании? Да, вот вопросы. Неужели нет вопроса? Христа назвали бесноватым практически, другом бесов. И что-то никто вопросы не задает. Неинтересно, да? Очень интересно. Ну, просто даже никто подумать не хочет, да. На какие признакам они это определили? Да, вот тут же, глядите, и признаки есть, главное. Признаки вот какие. То есть они говорят, бес в тебе. Мы теперь поняли, бес в тебе. И, ну, все, а что в нем бес-то? Мы не видим, где в нем бес. Люди вокруг стоят, а они говорят, да вот в чем. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, что соблюдет слово мое, то есть его, Христа, тот не вкусит смерти вовек. Кто соблюдет слово. То есть, конечно, по-духовному тут думать нельзя, только материально, да? А духовное? А если духовно подумать, соблюдет вовек и не умрет человек, об этом вообще-то весь закон говорит, что вся иудейская... Весь иудейский народ получил заповеди именно к тому, чтобы потом вечно пребывать с Богом. Ведь об этом зависит. Надо было бы такое услышать от Садукеев, а не от Парисеев. Садукеев не верит в воскресенье, а в Парисеев вполне. Но они вот почему-то не верят. Они здесь договорились. Да. Я хочу вас познакомить с одним человеком, который пришел, нашел нас. А познакомить вот таким образом. Видим патриот. Вот есть такая книга, конечно, у православия. Я сейчас кому-нибудь дам, кто умеет читать. У нас все умеют читать. Вот эта вот, буква какая, как разукрашенная. И на последней странице вот это вот надо прочитать. Мелочь, кто-нибудь. Вот это прочитай. Слух громче. К истинному православию. Автор-составитель Лапкин Игнатий Тихонович. Набор. Ермонах Нафанаил. Судников. Лапкин Игнатий Тихонович. Верстка. Ермонах Нафанаил. Судников. Лапкин Игнатий Тихонович. Корректор. Кубайкина. Нерубацкая. Художник. Куц. Фото Савченко. Безрукова. Куц. А какое имя его там? Буква И? Буква И, да. Это его сын пришел сегодня. У меня ребятишки были. Вот такой вот. Сколько лет было тогда? Пять. Начиная с пяти. Так, это фотография. Я Роман. Роман, да. Роман. Роман младший, да? А кто у вас математик-то проставился? Кто не математик? Я физик. Ну, что-то писали такое. Так, вот он и прославился. Так, не торопишься? Ну, чуть-чуть. Ну, маленько побудешь? Маленько побуду. Ну, послушай, идут занятия у нас по богослужениям. Можешь снять себя? Да можно и здесь снять. Да, можно здесь. Вот уголочек поставьте. Вот, смотри, скамейка тут. Там вторая скамейка. Вон, на стол может положить. Сегодня ждешь, встречи какие-то интересные. У нас все снимается. Вот это в интервете. Вот и так было. Ну, а вообще, вот мы сейчас говорим, они говорят, вот бес в тебе. А вообще, как бесы себя проявляли, когда они в человека входили? Как бесы себя проявляли? Ну, по-разному. Ну, по-разному, да. А вот они что здесь имели в виду, что бес в тебе? Они имели в виду, наверное, ложь, которую говорит он. Ложное пророчество? Да, ложное пророчество говорит, правильно? То есть, значит, до этого Христос говорит о том, что он и отец это одно, и так далее. Они хотят понять, хотят Христа или не желают его понять? Не желают. Или они просто хотят, чтобы он замолчал и больше ни о чем не говорил? Больше всего молча. Ну, на сегодняшний день, если перевести, похоже очень. Вот сегодня сестра у нас рассказывала, но она ушла, о Нине Александровне, которая сколько там, 7 лет добивалась того, чтобы просто в храм зайти. Вы сейчас сегодня проходите. И все почему? Потому что она в нашей общине была. Какое место? Восьмая глава. С 51 стиха. К Евангелия Тиана. К Евангелия Тиана. Да, да. Я не вижу. Это мелко. К Евангелия Тиана восьмая глава, да? Да, когда они сказали, что бес в тебе, мы теперь поняли, бес в тебе. Ну, вот мысль. Как они поняли, что он... Беснование в чем было? В том, что он говорит ложь. Они теперь хотят доказать людям, что он лжет. А раз лжет, и просто лжет, ну... Вы помните, к нам приезжал на... По-настоящему. Крещение. Один человек, в это время его наражал, он был глава миссионерского отдела в Томской партии. А потом, ну как он сотрудник теперь. И он, это не хочу называть его, чтобы не обидеть. И у нас с ним конфликт возник. Он, воевать надо. Я говорю, христианин, люби врагов написано, мы ничего не можем делать-то. И на днях вдруг он выступает. А до этого выступил, такие статьи были. Мои труды показывают. И говорит, ваш миссионерский отдел 5% мне сделало, что этот старик сделал. А сейчас... Что там было за это время, я не знаю. Но то, что против войны не воевало за войну. За войну именно, что воевать надо. И говорит, в районе был змей. Какой змей? Не было там никаких змеев. То есть, основу грехопадения защищает. А просто человек расположен там. Это уже, это крах полный. Это мне выставили этот материал его. Я поверил, что действительно так. Ну, что, правда говорит, что не было в районе никакого змея? Нет, нет, еще-то это не было. Кто там говорил, бы с кем бы говорил. Библию, значит, не читают. Это уже запредельно далеко от истины. Это златоуст толкует. И все понимают, что из змея вошел дьявол. И дьявол говорил, а не просто змей. Ну-ка, там же написано об этом. В другом месте писания написано. Имя его говорит. Сатана, древний враг, змей. Ну, что значит, за ним. Перечисляется. Там же все пророчество против сатаны идет уже. После того, как со змею. Оно же не про змею идет, пророчество, а про сатану. Поражать голову водишь, а он жарит пяту. В голову все понимают. А пяту я сколько слышал, никто не знает. Я показал, когда человек придет, сначала опирается на пятку. А там момент, когда человек соединяется с земным. Тут сатана тебя и ловит. Обычно на гвоздь наступают на пятку, когда вот там что-то рушат. А верующие говорят, как орлы, полетят и не устанут. Вот это да. Мы готовимся эту книгу переиздать «Песену православия». Наверное, больше ста страниц будет добавлено. Нашли новые материалы, которые к нашим материалам приставим. У нас одно только крещение будет занимать 60 страниц. Война Лука и Сынецки. Полная троекратная. Никакого другого нет. А сегодня это все, как я называю, пираты захватили корабль. Еще не надо делать. А вот еще Господу говорят, чем ты себя делаешь? Вообще, очень странный вопрос. Чем ты себя делаешь? Это, ну, наверное, редко они такие вопросы задавали. Ну, задавали, чувствуется, судя по всему. А мне лично, мне такой вопрос задавали. Знаю, что у меня образования нет, гуманитарного, религиозного. А мы сидим тут, митрополиты, епископы. Чем ты себя делаешь? Или конгресс интеллигенции. Там говорят в Нобелевской премии Жаре Салперов. Во-первых, и когда я тут говорил, первый секретарь ЖД райкома партии, и говорит, выходят академики, глава администрации, и вдруг, а там в суд у нас идет, Ваша честь, и выходит вот этот человек, затрибанным в своем пиздачке, говорит, вот эти галошек. Ну, вот он заговорил, я сказал, златоуст. Он забыл, что меня бить надо. Вышел-то против, потопить. Ну, вот такое было. Это Бог делает так. А ведь тут же все для прославления Христа уже нужно было только сказать всем «Слава тебе, Христе Боже наш!» Но рановато было, потому что Господь говорит им «Если я сам себя славлю, то слава мое ничто». Слово «слава». Вот то, что говорили сегодня. Дела, дела, дела. То, что вы говорили «Слава Украине», да вы разложите это все. Да. А тут «Слава Христу», то есть «Слава Ему». Ну, ты же сын плотник, а выдаешь себя за Бога. Да, да, да. И за то, что ты будущий человек, и делаешь себя равным Богу. Мусульмане говорят, и где он не говорил, что Бог. Так тут только об этом разговор идет. За Кирнайкун их главный выступает везде. На каждом шагу врет. Нигде не говорил в Евангелии. Что Павел говорил не надо, только Христос. Я говорю, открой Евангелия Тиана, 13-й главный, 13-й стих. Открой, прочитай. Евангелия Тиана. Христос говорит, вы называете меня Господом, и я действительно то. Все. А Мафома ему говорит, Господь мой и Бог мой. Они говорят, Исаия – это пророк. И он не умирал. Я говорю, вот тут Сатана рога показал. Первый рейд говорит, он не воскрес, а сказать не умирал, и нельзя руки в крови. А прошло 630 лет, в это время говорят, но он не умирал. То есть я был. Почему? Потому что он потерпел самое крупное поражение. Он был разбит на голову. Он был скован. Началось тысячелетнее царство. Почему он и говорит, что он не умер? Вот они сейчас выползли. Я сегодня с ним разговаривал. Я говорю, я вот стал говорить, у меня прошло в прошлом году 2600 мусульман, а я показываю их книгу, и ни один ее не читал. Ни один. Ну, как у нас в Библии, у них другая книга там. На одной стороне написано «Кэра», а на другой «Баран». Он не может читать. Совершенно не умеет. Но он тогда достал диск, поставил, и у него началось. И он нашел, я говорю, открой 5-й сура Аль-Майда. Трапеза. И 68-й аят. И он когда просчитал, я говорю, а теперь давай коротко с мусульманами как разговаривали. Скажите, у нас Моисей, а у вас Муса, это один и тот же? Да, наверное, один. Не, наверное, точно. Я говорю, у нас Соломон, а у вас Сулейман. Это тот же самый? Ну, да. Я говорю, у нас Давыд, у вас да, вот это тоже. А теперь давай по порядку. У нашего Моисея 5 книг, а там написано «Идал-дал-бохан Тауэре» Тору. Тауэр, сколько? Тора. Бытие, исход, левит, число, таразакония. А куда у вашего делось-то? У вашего-то нету. У вашего мусы нету ни одной книги. Он напешил, видимо. Я говорю, теперь. Соломон. Четыре книги. Причь Соломона. Премудрость Соломона. Песня песней. И Экхресиаст. А у вашего Сулеймана ни одной нет. Куда они делись? Он совсем забитый. А теперь я говорю, смотри. У нашего Давида центральная книга в Библии. 150 молитв. У вашего, да, вот и ни одной нету. Я его псатырь показываю. Он сразу выключил и ушел. Это совершенно другая личность. Между ними две тысячи с лишним лет. Наш Иисус Христос, Спаситель Мир. Он Бог. Он второе лицо Троицы. Он Бога-человек. А ваш, вы говорите, Исас, пожалуйста, пророк. Он не умирал, вознесся. Я не оспарю. Все у Бога возможно. Но у нас, говорит, написано, судить будет мир. Я говорю, у нас это написано. Я объяснил, ну как-то были там у них. Имам это как священник. Мула. Имам как епископ. А шейхи это господа всего. И мне дали слово. И когда говорили, а у них такая же, как щетки у нас. Тоже перебирают. Я говорю, а как вы смотрите на Христа? Старики приехали из Мекки, Медии, где они там. Поклонялись, как у нас там в Дивеевы. Горе нам будет. Если Иса будет Иса, это ваш Иисус Христос, он судить будет мир. Я говорю, у нас так написано. Он говорит, у нас так же написано. Тогда мы же идем по родив. То есть старики мгновенно сразу засуетились. Вот все надо. Я показываю, какие стихи надо знать. Я говорю, откройте. 19 сура, 28 аят. Это главное, что у них есть. И 3 сура, 35-36 аят. Аят это стихи, а сура это голова. Там написано, и сравнивать надо с исходом 6-20. Исход 6-20. Там написано, Марьям, мать Иисуса Христа, родная сестра Моисею. А теперь только посчитать, сколько от Моисея. От Моисея до Давиду там 600 лет и здесь 1000 лет. Они ничего не знают. Я говорю, вы умеете только за голыми бабами бегать. Тебе разрешает 4 сура, 3 аят, 4 жены иметь. У нас если один раз с чужой женой был, 7 лет он мне храмом будет стоять. А у вас 4, мы даже вас не считаем какими-то блудниками. Вы просто безумные, бесноватые. Еще там у него 40 будет на ночь давать. Даже интересно, как перекладывать будет или что. 40. И они будут обслуживать их. И как называть? Гури. Я говорю, гури, они знают священное? Нет, что в немецком языке гури означает проститутка. Они сразу под петки выключаются. Я говорю, я тебе документы покажу, что как называется в немецком языке. У меня один был, а я бы стихотворение дал «Политика души». А сам пошел. Прихожу, а он дошел до одного места и остановился, и дальше не считает. А почему? И всем руководит Христа права из «ЖИТ». А у него еврейская порода. Я даже не знал. «ЖИТ» это по-славянски. Это по-славянски. По-славянски оно маленько по-другому выглядит. Я знаю, что устарабляться в Марии, чтобы не было, так они, которые женские Марии, в Марии. Мария – это человек, а Мария – это дьявол Мария. А у нас это не отличается. Так, ну вот, а теперь вот прочитаем 54-го стиха. Иисус отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш. И вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец». То есть вот мысль какая их, что в нем бес, это бес, конечно, ложь, которую он говорит. А Христос им говорит, «Я буду вы лжецы», то есть подобный вам лжец. А я говорю только всю правду. Но я так понимаю, что они не могли вопросы задать, которые бы они... И они не хотели просто как... То есть они не хотели ничего знать. Они хотели, чтобы он молчал, и чтобы уже его... Ну, похоронить и все, чтобы не было никаких мятежей, как они думали и так далее. А мятеж как раз был от того, что люди не знали Слово Божьего. В 1917 году он произошел в России, кстати. Вот их вот как раз подобный... Ну, я знаю его и соблюдаю Слово его. Ну, тут о соблюдении дальше. Так. Так, все. Давай следующий читать. Вам эта картинка известна? Где ты? Вот он. Нашел я его. В лагере сидит. Вот он. А это у него нога. И сидят они на церковной скамейке. Вот он сидит. А это его Рома, брат родной. Так я говорю? Да. Ну и сидят. Что тут? И стара брестов увидели, а они злобятся на меня. Во! Во как наших ненавидят. Даже в храм не пустили. Не пустили. Как же не пустили-то? Да, они у нас там... Ребятишки хорошие были. Ну, у меня там один щекотило появился. Душил людей. Детей. И он кого из вас-то там завел, там еще-то... Да тебе его... Сразу вызвали родители, бабки, вымели его оттуда. Как щекотило. Они больше их, а Кира за тассу, там начинает душить. Ну, ясное дело, что прокси-то деду бабкой. А эти ребятишки-то, они... Как-то начали что-то писать. Так они по словам на славянске вот начали писать. Преущенные. И стараются. Последний абзац 8 главы. 56-59 стихи. Ну, нет этой снимок-то. Авраам, отец ваш, рад бы увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Я 7. Потому что мы тут 7. Как 7? Так, вторую-то все, да? А, ну... Я есть. Уже все это исправили, да? Я есть. Конечно. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошел посреди них и пошел далее. Толкование блаженного Пепелакта. Днем называют крест, ибо его прообразовал Авраам в принесении Исаака и в заклании он. Как тот нес дрова, так Господь нес крест. И как Исаак был оставлен от закона оветь овен, так он, как Бог, прибыл внестрадания, а пострадал человечеством и плотью. Проведя сей день креста, как день всемирного спасения, Авраам возрадовал. Показывает и то, что он добровольно идет на страдания, так как хвалит того, кого радовался о кресте. Ибо... Кого? Чего ты кого? Того? Ты чего? Ну, читай нормально. Давай еще раз. С самого начала. Показывает и то, что он добровольно идет на страдания, так как хвалит того, кто радовался о гнесте. Ибо через него спасение вселенной. Иудеи не в силах, будучи возвыситься до смысла слов его, вместо того, чтобы спросить и узнать, о ком он говорит, о каком он говорит дне, который видел Авраам, еще более осмеивает его, будто бы он говорит что-то безрассудное. Тебе, говорят, нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Сказали так, думая, что Господу пришли с 50 лет, тогда как ему было около 33 лет. Отчего, сказали они, тебе нет еще 40 лет, но 50. Об этом излишне бы и спрашивать, может быть, они упомянули о 50 годах без определенной мысли. Однако же некоторые говорят, что они так сказали потому, что у них особенно чтился 50-й год, то есть юбилейный год, в который рабов отпускали на свободу. Покупщики уступали свои приобретения и делали все иное, что относилось к чести. Что же Господь говорит? Прежде нежели был Авраам, я есмь. Смотри, не сказал прежде нежели был Авраам, я был, но я есмь. Ибо это изречение есмь свойственнее Богу, потому что означает бытие непрерывное и всегдашнее. Так и отец его в Верховном Завете выразился о себе «Я есмь сын». Исход 3 глава 14 стих. «Об Аврааме как тленном прилично сказал был, ибо что получило бытие, то и разрушается, а слово есмь указывает на свободу от всякого тления и на божественную вечность. Посему и они это изречение как приличное одному только Богу приняли за хулу и взяли каменья на него. Но он опять со смирением скрывается, чтобы не умереть прежде определенного для его смерти времени. Как же скрывается? Он не спрятался в угол храма, не убег в домик, не прислонился к стене или за стол, но божескую властью сам себя сделал невидимым для наветников, хотя вышел и посреди них и пошел далее. То есть пошел так просто до некоторого времени, а они бросают каменья в него. Посему-то он и оставляет их, как уже не способных к исправлению. Заметь, что каменья бросают те, о которых евангелист сказал, что они уверовали в него. Значит, вера их была не вера, но какое-то привременное и холодное расположение креща Христова. Вот так. Здесь надо запомнить, что при том, как он был в храме, как на него наслали вот этих служителей, некоторые уверовали в него, потом пришли сами фарисеи, сендуки, книжники, и опять расположение ко Христу они отбили у людей, чем назвав его лжецом, бесноватым, естественно, и так далее. И чем все закончилось? Чудом Божьим Господь растворяется, нет его, камни уже летят, а его нет. Вот чем все это закончилось. Я хотел сказать, есть такой материал, признаки беснования. Когда считаешь первый раз, как-то думаешь, ну неужели так? Ложись спать, нужно до воскресень Бог считать молитву. Я считаю и позерну, у меня сразу мысль, а небесноватый или я? Я заново начинаю считать, и все время эта штука. Один раз у меня такая мысль пришла, и теперь я каждый раз пересчитываю дважды. Признаки. Главный признак не смирение. А что у меня отличает? Сколько кто-нибудь спрашивает? 30 дней, 40 дней, а я вообще не ем миллионы лет. А дальше что бы ни скажешь, сколько спишь? Один час бывает. А я вообще не сплю уже 5 миллионов лет. Он говорит, тебе не хватает смирения. Дьявол заскрижил, терпеть не могу это слово, там еще мне этот отец. Вот надо посмотреть это смирение. Когда человек ничего не испытывает, смирения нет. А для человека, то, что Советский Союз стал, расстрелил, это все нам для смирения. Игитин пришел смирить нас. Надо это понимать. А если этого нету, ничего нет, это один из признаков, притом главный признак сегодня, один из признаков женщин, она не может перестать говорить. это серьезно. Это серьезно. Я считал материал, серьезно-серьезно на жизнь посмотришь где-то. Как жена научится безмолвы. Все отрезано. Один раз, вот она закричала и хватит. Вот как. Вот хотел еще обратить ваше внимание, подумайте сами на досуге, как домашнее задание. Поглядите, чем все заканчивается. Они ему говорят, тебе нет 50 лет, от карты Авраама там видел. Ну да, интересно это все. Но Христос-то им отвечает, они думали, что он сейчас замолчит и скажет, действительно, вы меня поймали. А Христос им отвечает, истинно, истинно говорю вам. Опять два раза. Ну то есть расположение чувствуется, но оно скоро потеряется. Прежде, нежели был Авраам, я есим. И вот тут два слова обыгрываются был и есим. Это кажется одно и то же. Но если мы возьмем и разложим слово есим, оно более относится к божескому. Более к настоящему времени. Я сейчас отец, они это... То есть всегдашний, никогда не было по-другому. А слово был, оно несколько все-таки приближает где-то к какому-то месту. Поэтому он им ответил. А что тут отлично ответил. Прежде, нежели был Авраам, я есим. Сейчас кто-то бы сказал об этом и вопрос сказать. А скажите, кто Кеннеди убил? Или еще что-то? Он же знает все. Ну, такие вопросы, которые все хотят узнать о них. А еще больше, кто революцию эту поганую затеял? Вот это. Ну и так далее. Много других вопросов можно задавать. И вообще интересно, как апостол Петр проповедовал, апостол Павел. Их проповеди, как они проповедовали людям. Вот прямую речь вам расскажите. Ну, столько вопросов можно ему задать. И они что? И 59 стих, последний, это в 8 главе. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Вот это вот очень сильно похоже на наше время. Вот начинаешь с кем-то разговаривать, и только о Слове Божьем начинаешь. Это в православной церкви, протестанты чуть подольше держатся. А про мусульман разговора нет, они вообще Библию слушать не хотят. Ну, есть некоторые, но они только глумятся одно, что нигде не написано, нигде не написано, но вы об этом рассказали уже. То есть, все заканчивается именно так. Единственное, что нам не хватает этого чуда, чтобы мы растворились и куда-то ушли. Но апостол Павел говорит так, мы нас так слушали нас. Нет, ну да, нет, не так. Мы неизвестны, но нас узнают. То есть, вот получается вот так. Мы неизвестны, и как-то мы растворяемся, и Господь просто нас скрывает. И то, что Игнатих сейчас говорит применительно от того, что сейчас происходит, очень страшное дело это неназываемое. Главный начальник комиссии на стройку-то. Но я тоже подошел рядом. Вы что хотели сказать? Я говорю, да, на второй этаж бетонно себе таскают женщины. Это нормально? Разве Господь так учил у вас евангельский язык? Сказано. Есим означает сейчас. Когда он говорил с ними, говорит, я прежде чем Авраам, а я Есим. То есть, я уже был. Но тебе еще нету столько-то, 50 лет, а ты выдаешь себя. Вот где смысл-то. Он говорит, я Бога Авраама, Исаака, Якова, не был. Если у меня было пять сыновей, их убили на фронте, то я имел пять сыновей. Он говорит, есть, то есть, сейчас, в данный момент, они у меня, Авраама, Исаак, Яков. вот тут, почему, а они не признавали ничего, кроме Тора, пяти книжей. И так, что иногда баптисты не признают там 11 книг из Библии, это не беда. Мы докажем на основании тех канонических книг, какие у нас есть. Как Христос саддуке им доказывал, они же только пять книг Тора брали. Я говорил сегодня, саддуке это сектанты, а парисея это православные, это мы. У нас все это добавки, добавки. строили храм, говорит София, и столько пристроек сделали, что храма даже не видать. Вот столько у нас прибавок всего, со Словом Божьем не это ищешь. А Господь на каждый выпад дьявол отвечал, написано, написано, трижды и трижды ответил. Как считаешь? Если бы были наши православные, чего считаешь? Библию, какую Библию? А они, значит, читали. И когда говорят книги, это не надо понимать, что как у нас с корочками. Это свиток, разворачивается. Ну, как рулона. Евреи по сегодняшний день так считают все на головах. Вот присяк нужную страницу, иначе это сколько мотать надо? Я хотел досказать, что Игнат Тихонович говорит для нас, чтобы мы понимали, как относиться к тому, что сейчас происходит. И Иеремия, пророк, говорит об этом нам. 48 глава, 10 стих. Кто проклят, проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. То есть, в одном, в одном стихе говорится о том, с чего все началось. Дело небрежно делали священники, они попали к нам, развратили полностью, крещения нету, проповеди нету, все как у униатов, лишь бы папе там поклоняться, и все, и разрушать православие. И дальше следующее, проклят, кто удерживает меч его от крови. Так и можно сказать, а при чем здесь это? Если бы не настали вот эти времена, Игнат Игнатьевич поставляю, говорю, что ложь нельзя говорить, нужно говорить только правду, как Христос говорит правду, и сразу атакован. И Господь просто растворяет, как он уходит, становится невидимым, а камни, говорят, летят уже. Я об этом не думал, но говорит Златоуст нам об этом, что камни бросили, а его нет. И поэтому, как Господь нас сохраняет? Правдой. Вот это вот, глядите, правда, как она соединилась. Священники господствуют посредством лжи, которую пророки делают, тоже Еремей об этом говорит, по-моему, в 16 главе. И дальше проклят, кто удерживает меч его от крови. А до чего? Все эти события довели до того, что начала литься кровь. Потому что те, кто рядом в большой массе с этими священниками соприкасался, они заразились этой ложью. Для них ни истории никакой не существует, ни любви, ни к детям, ни к людям, ни к животным, ни к кому. Кстати, последние события уже на Западе разворачиваются так, что у них скоро будут законы приниматься там по ЕС. Брак с животными. У людей будет уже. То не просто единополый брак, а теперь с животными можно бракосочетаться по закону. Это, ну, уже, не знаю, это супер-сатанизм какой-то уже. Больше сатана не может смеяться над людьми, чем уже он надсмеялся, а оказывается, можно. Что дальше будет? И проклят, кто удерживает меч Господень от крови. Так, записал? Да. Все? Вот у меня стихотворение еще прочитай, брат, сейчас. Да подожди, я нашел все, о котором я говорил. 263-я страница. Политика души. На меня набросили сюда самых горшин. Политика души. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь буклетов. Оно положено Виктором Николаевичем на музыку, то он поет и играет, и текст идет. Слушайте внимательно, внимательно. Политика души. 25 апреля 2001 года. Каком году? 25 апреля 2001 год. 2001 год? Да. 2001 год. Отдайте шикотаны Кенигсберг, отдайте. А вы знаете, что такое? Давайте вы потом расскажете, дайте я прочитаю. Я же тоже настраиваюсь. Господи, помилуй. Вы держите себя в руках? Конечно. Держите. Записывать, дайте бумажку, чтобы Игнать Ильич набрасывал, о чем он хочет рассказать. Отдайте Шикотан и Кенигсберг, отдайте. Пока еще не поздно поспешим не удержать богатств. Хрипят и лезут тати. Излишки все крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и проправнук, что мы во время бури и штормов за борт рубили мачты. Не тараном спасли Россию ясность умов. Нельзя несправедливо ни по Богу раскинув руки пьяным бороздить, когда соседи жмутся по отрогам. Нам негде жить, нам негде жить. По совести ли вымирают люди? Пустуют города и заросли поля. Мы захлебнулись, то ли еще будет, когда извергнет мертвецов земля. Готовы чаши гнева вихрь зловредный от гнойных ран зловония и смрад. Последний конь и конь как знаем бледный и смерть на нем. А сзади виден ад. Что? Непонятен призыв благодати? С премудростью и со Христом бы жить? Да, мы окружены и спереди и сзади и всем руководит Христа продавит жит. Лишь Дух Святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность, какой грозит трясучий Шикотан. Рассказывайте кто такой Шикотан. Еще? Про Шикотан говорите. Что такое Шикотан? Это один из островов, который приватизировал Советский Союз после победы над Японией. А Кёнигсберг это одна из самых главных крепостей, которая была у Гитлера и которую никто не думал, что сумеет взять. А ее за неделю, полторы недели раз бомбили в Дребезге. И теперь назвали ее как раз Калинин, уже у нас Калининград. Кёнигсберг. И когда сказали Гитлеру не поверил. А кто там генерал сразу зарисовали жену детей, которые всех в лагерь. Это неприступная крепость. Ее укрепляем около 200 лет. А бог все. Рывы какие. Там вода. Никуда нельзя взять было. Ну и что-то с 700 самолетов кажется почти там тысячи тонн бомб продолбили дыры. А теперь особые отряды которые проникают туда и там началась. 60 тысяч сдали в спринт. И вот у меня на этом пони. А как Гюнинград. Вы завоевывали их? Это Ельцер предлагали отдать. И он согласился как у него пишет близкий человек. Но не решился. Зачем? Когда Япония негде жить. Все тебе остров поддает. А когда у нас мы ездили когда миссионерская поездка была. Там пуст пуст Красноярский край и прочее там до севера считай. 4 кажется и 7 десятых человека на 1 квадратный километр. Когда у Китая 475. Ну все нормально? Нам негде жить. Нам негде жить. Они прямо кричат. Игнати 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 А вы знаете сколько Шикотан и другие острова и половина Сахалина были под властью Японии? Ну да. Сколько? Я служил там. Сколько лет они были? Сколько лет я не знаю под властью Японии? И что там сколько японцев жило? Ну после цунами Жириновский выступал да. Поселить их всех в Сибири конечно законно Российская Федерация а то так музейная земля будет. Игнати Игнати у них 17 военно-морских баз Америки в Японии не надо им к нам близко не надо вот я советую вам не надо пока давайте пока как есть уже все уже нормально сейчас будет скоро совсем пускай ракеты долетят только до Камчатки хотя бы у нас понимаешь абсолютно все на выбор сегодня идет где надо давно уже попятиться где сделать добро никак а только вообрази сейчас Китай шевельнется Игнати Игнати в связи с этими событиями вы же понимаете ничего не будет ничего другого не будет вы понимаете нам что нефть все отдать не знаю будет или не будет но я бы раздел эту мысль даже если вы отдадите им всю нефть они нас не оставят в покое и вас тоже я понял я это прочитал почему этот человек не отвечает за то как сказал они поняли Богослово родшую, сущую Богородицу Дя величая. Иван Иванович, Вы распоряжаетесь. Так, ну-ка помолише. Да. Господи, благодарим за занятия, которые сегодня были. Господи, благослови, чтобы эти занятия продолжались дальше, каждое воскресенье. Слава Тебе, Отец. Аминь. Говори, слава Тебе. Слава Тебе, Отец. И Святой Дух, Аминь. Аминь. Слава Хримову. Так, ну все.